всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия недавно увидела видео в интернете о том что можно заработать на шитье салфеток из шнура аж 300 процентов прибыли мне как бухгалтеру стало интересно где же это те 300 процентов прибыли тем более что я недавно мониторила цены по этому так скажем направлению я решила разложить все по полочкам и рассказать вам что у меня получилось девчонки не переживайте я не буду вас загружать экономическими терминами постараюсь рассказать так чтобы было понятно всем итак поехали сейчас модно украшать интерьер салфетками ручной работы и корзинками давайте сегодня корзинок мы не будем касаться раз уж речь зашла о салфетках кстати они же называются place маты то есть сегодня мы поговорим конкретно о шитье салфеток такие салфетки шьют из шнура и шнур должен быть обязательно с сердечником в тренде хлопковые шнуры и конечно же здесь акцент делается на экологичность вроде хлопок натуральный материал и так далее давайте глянем на цены вот я тут несколько скриншотов из интернета для вас подобрала вы сами видите что такие хлопковые шнуры достаточно дорого стоит то есть раз эта тема в тренде соответственно есть спрос то и цена на предложение зашкаливает есть еще полиэфирные шнуры и в принципе они неплохо себя ведут в таких изделиях и мне кажется с ними даже проще будет справляться в быту согласитесь если такими салфетками будет сервироваться стол то тут не избежать каких-то пятен а с полиэфирного шнура думаю и проще будет вывести какое-то пятно нежели чем с хлопкового то есть я для себя здесь такой однозначно плюсик поставил полиэфирным шнуром такие шнуры на порядок дешевле но кстати цветовая гамма достаточно разнообразно так что советую обратить на них внимание именно вот для этих салфеток которые сейчас шью я брала шнур на вал берез и здесь как вы видите цена уже не так сильно кусается вот кстати досмотрите это видео до конца я вам расскажу где взять такие шнуры намного выгоднее и так шнур называется гамак толщина 5 миллиметров в матке 100 метров в тот момент когда я его покупала стоил он 556 рублей сразу вычисляем стоимость одного метра 5 рублей 56 копеек когда я сшила свою салфетку я специально измерила шнур я там ставила метки иголочками ну короче в процесс вам вникать не обязательно поверьте на слово на салфетку диаметром 30 сантиметров у меня ушло 18 с половиной метров жгута и того стоимость шнура на одну салфетку сами понимаете 18 с половиной метров мы умножаем на цену одного метра 556 получается 102 рубля 86 копеек казалось бы копейки до 100 рублей идем дальше на одну салфетку уходит почти одна катушка не так нитки найти в тон то еще задача поэтому я обижала все магазины в городе пока нашла нужный оттенок и одну катушку у меня получилось купить за 40 рублей то есть ставим в затраты так сказать 40 рублей сшила я одну салфетку примерно 30 минут если вы не шьете каждый день то думаю что быстрее у вас точно не получится еще время у вас будет уходить на пришивание бирок на упаковку и так далее ладно пока не будем забегать вперед а здесь просто поставим сумму зарплаты на одну салфетку я ставлю 100 рублей у вас может быть другая цена если нанимать человека который будет шить салфетки дешевле чем за 100 рублей думаю никто это делать вам не будет и так как посчитать зарплату берем желаемую сумму зарплаты за месяц делим ее на ну среднее количество рабочих смен это двадцать две или двадцать три смены и делим на количество рабочих часов рабочий день и у нас в стране принят 8 часов и так как салфетка шьется 30 минут полученное число делим еще на 2 у меня получилось 100 следующий пункт затрат это бирки биркой нам нужно прикрыть завершение шитья да кто-то делать петельку кто-то делать ступенечкой в этом месте очень неплохо смотрится бирки то есть бирка заодно должна создавать презентабельный вид мы ведь с вами продавать собираемся наши салфетки то то есть я бы например а бы какую кривую косую бирку сюда бы пришивать не стала за бирками я снова отправилась на вайлберис и нашла бирки из эко материала который похож в принципе на натуральную кожу надпись производители заверяют что сделано лазерной гравировкой и что такие бирки не боятся влаги надпись не стирается то есть такие салфетки вместе с бирками можно даже стирать так вот цена на такие бирки от 17 до 25 рублей за штуку это то что мне удалось найти в данный момент давайте возьмем среднюю цену 20 рублей я думаю что для начала можно обойтись бирками с надписью hand made впоследствии если у вас ваш бизнес покатит отлично то можно будет заказать бирки с логотипом вашего предприятия вашего имени и так далее но советую вам не торопитесь начните с надписей hand made на этом прямые расходы которые непосредственно относятся к изготовлению самой салфетки можно считать законченными давайте теперь прикинем что у нас получилось складываем стоимость шнура нитки бирки и зарплату и у нас выходит что на одну салфетку приходится 263 рубля прямых затрат хотя это еще не все затраты надо обязательно прикинуть электроэнергию я например когда шью у меня со всех сторон 3-4 источника света включена то есть я люблю чтобы мне было все видно чтобы все освещено было очень хорошо плюс сама машинка у нас работать машинка тоже электрическая и сегодня вот именно сегодня я закрою глаза на эту статью затрат но имейте ввиду что это тоже ваши прямые расходы то есть вам нужно будет прикинуть какие источники света у вас работают плюс сколько берет электроэнергии машинка умножить на количество часов которые вы работали ну например за месяц обычные такие затраты за месяц считаются умножить это все на стоимость электроэнергии и разделить на количество изделий которые вы сошьете за этот месяц вот вы узнаете таким образом сколько электроэнергии вы затратили на одну салфетку дальше еще есть одна статья затрат который тоже вот сегодня просто закроем на нее глаза а в принципе ее надо обязательно учитывать это амортизация машинки как ее посчитать стоимость средней машинки на сегодняшний день примерно 15 тысяч рублей согласитесь бытовая машинка при условии ежедневной работы долго не выдержит поэтому вы должны быть готовы к ее замене к примеру заложим срок амортизации три года 15000 делим на 3 получается 5000 рублей в год и делим на 12 месяцев вот у меня получилось 416 рублей в месяц я должна отложить на то чтобы впоследствии купить новую машинку теперь давайте разберемся что конкретно нужно взять без затраты если вы сшили 10 салфеток то соответственно 416 разделить на 10 амортизация на каждую салфетку будет по 41 рублю 60 копеек если вы сшили 100 салфеток то на салфетку придется 4 рубля 16 копеек да то есть чем больше вы сошьете тем меньше в затраты салфеток ваша амортизация встанет давайте сегодня и амортизацию мы не будем с вами брать в учет но помните что такие затраты тоже есть и вы должны учитывать теперь давайте узнаем почем же продают такие салфетки вот вам опять же скрины из интернета но обратите внимание что здесь салфетки сшиты из хлопкового шнура а мы помним что хлопковый шнур на порядок дороже то есть как бы я считаю что такую же цену брать будет некорректно я предлагаю взять стоимость одной салфетки 400 рублей на мой взгляд это адекватная цена но потенциальный покупатель скорее всего захочет купить у нас не одну салфетку а какой-то набор и я предлагаю продавать наборы по 4 салфетки то есть цена такого набора будет по 400 рублей если мы договорились брать одну салфетку 4 салфетки 1600 рублей рассуждаем дальше чтобы продавать наборы их стоит упаковать то есть согласитесь сшить какое-то большое количество салфеток и отдать их из рук в руки не получится нужна упаковка для того чтобы каким-то образом доставить продукцию покупателю снова идем на вал берез смотрим что у нас тут с упаковкой смотрите я нашла вот такие коробки как раз в них отлично поместятся наши салфетки и средняя цена такой коробки выходит 50 рублей за штуку все с упаковкой разобрались теперь изюминка на торте вспоминаем про налоги если вы физлицо государству нужно отдать 13 процентов но чтобы не платить так много налогов можно оформить самозанятость это быстро просто и я вам скажу даже выходить из дома не нужно и в случае с самозанятостью налог уже будет не 13 процентов а всего 4 если вы будете продавать физическим лицам не юридическим то есть продали набор за 1600 умножили эту сумму на 4 процента и у вас получилось 64 рубля вот их нужно будет отдать государству 64 рубля записываем себе в расходы давайте прикинем сколько прибыли нам осталось то есть 1600 цена набора минус себестоимость салфеток 263 рубля мы продали их 4 умноженное на 4 минус 50 рублей упаковки минус 64 рубля налога остается 434 рубля что-то уже как-то не густо да но это еще не все нам надо привлечь чем-то покупателей чтобы они купили не у конкурентов а именно у вас предлагаю использовать маркетинговый ход с подарками то есть в каждый набор в качестве подарка добавлять по две маленькие салфетки я сшила салфетки 15 сантиметров в диаметре и на каждую ушло по 5 метров шнура итого 10 метров помним до цена шнура по 556 то есть у нас еще появились затраты 56 рублей на каждую салфетку я также пришила бирку бирки у нас мы договорились по 20 рублей брать то есть у нас две салфетки значит ушло две бирки плюс еще 40 рублей нитки хорошо давайте возьмем здесь пол катушки поставим затраты 20 рублей зарплата несмотря на то что это у нас подарки никто работать бесплатно не должен на пусть 50 рублей расходов еще будет на зарплату и того дополнительных затрат 166 рублей то есть 434 рубля у нас оставалось минусуем еще 166 прибыли с одного набора у нас остается 268 рублей что-то я не пойму где 300 процентов прибыли у нас даже 300 рублей тут не осталось а еще нужно реклама и на нее нужны деньги либо ваше время сами понимаете либо вы шьете салфетки либо вы сидите ищите паблики с которыми можно договориться о взаимой рекламе да это будет бесплатно но вы в этот момент не сможете шить салфетки кстати я сейчас заглянула на авито там какая-то бешеная скидка на продвижение 70 процентов чтобы продвинуть свой свою публикацию на неделю что-то было сто с чем-то рублей то есть на следующую неделю снова надо будет заплатить через неделю еще снова заплатить то есть в месяц даже с такой бешеной скидкой 400 рублей уйдет у нас уже их нет то есть с одной стороны что такое 100 рублей казалось бы хода сейчас я эти 100 рублей потрачу но вы должны вспомнить что эти деньги вы тратите из своей прибыли еще я вам хочу напомнить про доставку конечно же стоимость доставки можно указывать отдельной строкой до чтобы покупатель эту стоимость доставки сам уплатил но скажу вам по секрету люди любят когда доставка бесплатно почему так выстрелил вайлберрис вы думаете вайлберрис возит себе в убыток да нет конечно же стоимость доставки уже заложено в ценах на товары поэтому было бы круто включить доставку в наши затраты а покупателям говорит что доставка бесплатно такой маркетинговый ход будет как магнитом притягивать к вам покупатели но придется поднимать цены теперь давайте подведем итог что же мы сможем заработать на шнуре допустим в день вы отшиваете два набора то есть это восемь салфеток до берем чистую прибыль от набора 268 рублей умножаем на 2 так как два набора и умножаем на количество смен пусть это будет в среднем 22 смены получаем 11 тысяч семьсот девяносто два рубля чуть не густо можно шить больше но не забывайте что эту прибыль мы получим только при условии что все наборы будут проданы помните мы в затраты считали зарплату если вы будете шить самостоятельно свои салфетки а не нанимать кого-то то зарплата также останется у вас вспоминаем сколько мы закладывали там было 100 рублей на одну салфетку два набора это восемь салфеток плюс шитье подарков то итого 900 рублей в день умножаем на количество смен на 22 получаем девятнадцать восемьсот ну и плюс наша прибыль который мы уже посчитали 11 тысяч семьсот девяносто два рубля получаем тридцать одна тысяча пятьсот девяносто два рубля то есть эти деньги будут вашими при условии что вы продадите все наборы ну что ж я по полочкам вам разложила как посчитать затраты на производство салфеток и какая прибыль останется вам если у вас все пойдет гладко вы найдете сбыт на свои салфетки дальше уже можно будет заниматься сокращением своих расходов то есть искать поставщиков с более низкими ценами и в начале я вам говорила что покажу более интересные цены на тот шнур который сейчас использовала открываем сайт азбука вязание вот он шнур гамак что мы видим здесь уже цена 424 50 чем больше возьмешь тем меньше цена ссылку на производитель я оставлю под этим видео можете самостоятельно провести все расчеты сначала именно с такой ценой на шнур и посчитать сколько прибыли получится уже вот с этими ценами я надеюсь что я вам подробно и понятно все объяснила и вы теперь не будете думать что купили за 500 рублей шнур сшили какой-то набор продали его за 2000 у вас получилось 300 процентов прибыли теперь вы такую ошибку не допустите а у меня на сегодня все надеюсь было вам полезно пишите свое мнение в комментариях мне интересно узнать были ли у вас открытия или вы все это и так знали всем пока пока с вами была юлия и мой факультет рукоделия